Губернатор Евгений Кувышев в Москве встретился с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Олегом Савельевым и замминистра финансов России Андреем Ивановым, чтобы обсудить с ними вопрос федерального финансирования в 2014 году работ по развитию инфраструктуры особой экономической зоны Титановая долина. Выступая с ежегодным инвестиционным посланием, глава региона назвал проект Титановая долина одним из приоритетов региональных властей на следующий год. Сегодня на территории ОЭЗ завершается строительство внеплощадочной инфраструктуры, на площадке Титановая долина ведутся плановые подготовительные и строительные работы. Резидентами ОЭЗ уже стали четыре компании – Синерсис, Уральский оптический завод, Стройдизелькомпозит и Проксайр Титановая долина. Еще ряд организаций всерьез рассматривает возможность вхождения в проект в 2014 году. Накануне стало известно о том, что резидентом станет «Боинг». В СМПО «Ависма», входящая в госкорпорацию «Ростех» и «Мировой авиагигант», подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает строительство в Титановой долине нового завода, где будут обрабатываться штамповки для новейших пассажирских лайнеров американской авиастроительной компании. Благодаря этому решению к 2016 году производительность совместного предприятия «Урал-Боинг-Манофантуринг» увеличится в два раза. На самом деле для совместного предприятия происходит расширение линейки. На сегодняшний день существует два варианта развития этого проекта. Либо формирование нового предприятия на территории Титановой долины и продажа активов, которые существуют у «Урал-Боинга», в СМПО. Либо это организация второго проекта, который будет просто расширять линейку и увеличивать объем перерабатываемых деталей. В руководстве ОЭЗ подчеркивают, что существующее финансирование Титановой долины позволяет создать всю необходимую инфраструктуру для работы резидентов. Однако федеральное софинансирование обеспечит форсирование развития площадки. На сегодняшний день те возможности бюджета, которые в Свердловской области, они большие, великие, но тем не менее, так или иначе, они ограничены. И, конечно, проект будет финансироваться и будет развиваться и без федерального финансирования, но наличие федерального финансирования позволит нам гораздо быстрее, гораздо быстрее создать те объекты инфраструктуры, которые необходимы для резидентов. Стоит напомнить, что в сентябре председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев уже давал поручение Министерству экономического развития России рассмотреть возможность софинансирования строительства объектов инфраструктуры особой экономической зоны Титановая долина в 2014-2016 годах. Соответствующее решение было принято российским премьером по итогам двухсторонней встречи с Евгением Куйвышевым, которая состоялась в сходе выставки вооружения в Нижнем Тагиле. ОЭЗ «Титановая долина» – одна из шести российских особых экономических зон промышленно-производственного типа, где созданы уникальные условия для развития производства. Готовая производственная инфраструктура, освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на средства производства, налоговые льготы и налоговые каникулы, сниженные тарифы на ресурсы и административная поддержка по принципу единого окна. На всех этапах реализации проекта эти и многие другие возможности предоставляются резидентам ОЭЗ.